Продолжаем наш эфир. Это Коммунхоз, программа, в которой мы рассказываем о работе наших коммунальных предприятий Абакана. О всех проблемах, о всех, скажем так, нововведениях, которые появляются в нашей коммунальной сфере. Итак, сегодня наш гость, главный инженер муниципального бюджетного учреждения Абаканской службы благоустройства Петр Александрович Зарубенко. Петр Александрович, спасибо, что пришли. Рекомендовали вас как хорошего специалиста. Но это мы так знаем, поскольку работаем с вами не первый год. Давайте для начала просто определим круг вопросов, наверное, круг, сферу ответственности Абаканской службы благоустройства. Понятно, что мы об этом говорим постоянно, регулярно, освещаем вашу деятельность, поскольку вы все-таки муниципальное предприятие учреждения, правильно сказать. Вот, собственно говоря, чтобы избежать лишних вопросов, то есть по поводу, как мы говорили, упавших ветвей, там, не вывезенного мусора, там, не постриженных газонов, собственно говоря, чем занимается Абаканская служба благоустройства. Абаканская служба благоустройства в данный момент обслуживает уличное освещение по городу Абакана, обслуживает светофорные объекты, знаковую информацию о городе Абакане, обслуживаемые фонтаны и фото-видео фиксация нарушений правил дорожного движения. Ну, вот, собственно говоря, давайте пройдемся по направлениям, какую тему начнем? Ну, давайте с любой, какая вам нравится. Давайте, честно, давайте, вот, как в том порядке, который мы перечислили, может быть, действительно, давайте начнем с уличного освещения, то есть, что, насколько внушительно хозяйство у вас, скажем так, в вашем видении? Ну, хозяйство внушительно, у нас порядка, если не ошибаюсь, 40, что ли, километров линий по городу. 40 километров линий? Да. И светильников, лампочек порядка 20 тысяч. Это по всему городу? По всему городу. Ну, если, наверное, участки, которые к вам не относятся, то есть, допустим, я понимаю, просто в свое время, как бы, возникали вопросы по поводу, там, строительства линии освещения и так далее, возникали вопросы, что линии в определенных районах города, они какие-то, ну, собственно говоря, другим предприятиям. Нет, мы сейчас обслуживаем и 9-й жилой, но не весь 9-й жилой, дачный массив бывший, там пока линии мы не обслуживаем. Это где вот район улицы Барашковой, в том районе. Пока не обслуживаем, там они к нам не относятся. А вот 9-й жилой, 10-й, микрорайоны, все это, все это наше. Хоть и линии есть местами, принадлежащие не только МУПС, но и южным Ростсетям. Ну, то есть, это получается какой-то, у вас как-то контракт какие-то? Нет, у нас просто на баланс город принял их, видимо, и все, и мы обслуживаем за этого. Так, вот теперь вопрос, вы их только обслуживаете или еще строить успеваете? Ну, да, еще местами успеваем строить. В этом году мы построили улицу Заводскую, освещение у нас получилось от улицы Советской до отворота на спид-центр и к самому спид-центру. Вот такую длину построили. Саша, скажите, буквально. Здравствуйте, дорогие мои, а вот скажите мне. А не когда на улице Барашково там продолжится ремонт до зимы или все уже вроде бы? Мне вот это интересно. Да, это вот как раз вопрос от нашего слушателя и зрителя из Москвы. То есть, понятно, что улица Барашково, я не знаю, может быть, Игорь, вы на карте ее найдете. У нас не каждый житель города Абакана сможет сказать, где находится улица Ираевы и Барашково, путетного гражданина города Абакана. По улице Заводской, Петр Александрович, улица Заводская. Мы в этом году, кажется, делали сюжет, да, это новый такой объект, достаточно востребованный был. Да, там у нас много машин двигается со стороны улицы Домостроительной. И там, тем более, предприятия большие очень у нас находятся. Очень большое идет движение. Ну и, соответственно, мы засветили улицу. Люди ходят. Есть возле спидцентра у нас два, по-моему, общежития. Еще люди туда ходят у нас. До автобусной остановки идти, сами понимаете, какое расстояние. По-темному очень плохо. А еще какие-то объекты были? Потому что мы регулярно в начале года приезжаем к управлению коммунального хозяйства и транспорта. Там есть курирующие направления. Ну, из таких масштабных у нас еще было Роза Люссенбург. Ага, да, вот. Вот, еще масштабное такое. А остальное, ну, остальное в паре так. Один-два сентябрика. Всегда стандартно где-то полтора-два километра в год делать. Примерно, да. Примерно так и получается. Все районы, чтобы никого не обидеть. Где-то там небольшой переулок, где-то прямо улица целиком. Да, все верно. У нас в начале года разрабатывается план строительства на год. И по этому плану отрабатываем все объекты. На данный момент у нас остался один объект. Но он очень сложный. Почему? На этом объекте у нас находится культурное наследие. То есть, там нельзя установить опоры, пока не проведут раскопки. Понятно. То есть, опора где-то на каком-то кургане. Что для Абакана, в общем-то, не редкость. А вот обслуживание, эксплуатация, это вот что подразумевает собой? Вы лампочки ездите, меняете? Что, что это? Ремонтируем светильники, меняем провод, ну, замену провода. То есть, он свою эксплуатацию прошел, то есть, провод уже не тянет нагрузки. Начинаем менять на новый, более современный. Обрезка веток в охранной зоне, очистка охранной зоны. Ну, и сам ремонт, соответственно. Потому что у нас большинство повреждений ветер, веточка упала. Где-то может машина на опору наехать. Соответственно, опора упадет, на опору заменить. В общем. А вот в таких случаях, когда в результате ДТП повреждена опора, виновника возмещают затраты? Да, конечно, возмещают. То есть, через суд как-то или? Ну, когда через страховой, когда через суд. Когда люди есть, которые приходят сами, говорят, вот, вы, пожалуйста, посчитайте, насколько я совершил. И, соответственно, рассчитываются. С актами вандаризма часто нет дела? Ну, да. Декоративное освещение. Очень частенько разбивают шарики. Вот. Часто бывает. Бывает даже наружное освещение, светильники расстреливают. Ну, так даже. Да. Ну, пневматика у всех людей есть. Снизу до земли. Светильник снимаешь, а он весь в дырочку. Ну, как? А камеры видеонаблюдения в общественных местах не помогают? Ну, у нас, видите, у нас камеры наблюдения, у нас получаются только перекрестки и автобусные остановки. Это ваша камера. А вот те, что, допустим, парковое хозяйство, которые... Это парковое хозяйство смотрят. Это их камера. Нет, нет, я имею в виду, они вам в порядке взаимодействия, скажем так, не помогают найти виновников разрушения вот этого декоративного освещения. Потому что, я так понимаю, в парках тоже вы отвечаете за... В парках тоже, но в парках как-то более спокойнее. В основном так вот дорожки только по городу. Ага. А есть какие-то районы, где больше страдают от андаризма? Да нет. То есть, в принципе... Равномерно, скажем так, статистика средняя. Такой вот вопрос. На самом деле, мы как бы знаем, опять же, тема такая. Подготовка к новому учебному году, да, и возникают вопросы. Уличное освещение. Возле школ. Этим занимаетесь тоже, наверное, регулярно, да? Конечно, проезжаем, стараемся регулярно. Но перед первым сентября у нас что уличное освещение, что знаковая информация, что светофорные объекты мы просмотрели на 100%. Просмотрели очень внимательно, что скоро дети пойдут в школу. И нужно, чтобы это все было безопасно. И соответствовало нормам. Ну, раз мы эту тему уже коснулись, так затронули знаковую информацию. То есть, знаки, опять же, все знаки ваши. Ну, есть, конечно, местами не наши знаки, как и светильники уличного освещения. Не везде наши. Как бы, ну, в основном, да. А вы сами изготавливаете или где-то заказываете? Да, сами изготавливаем. Потому что, я так понимаю, что если опоры сбивают, то знаки-то еще чаще, наверное. Да, знаки у нас и ветровые нагрузки иногда отрывают их. И, ну, соответственно, где-то машина наедет. Где-то опять акты вандализма могут... У людей силы много. Руками могут загнуть просто его. А вот, опять же, вопрос эксплуатации. Интересно, всегда, не стесняюсь, честно говоря, задавать глупые вопросы. Потому что сам больше понимаю и могу ответить потом людям, которые задают вопросы. Вот знаки. То есть, смотрите. Вот, собственно, сейчас правильно сформулирую, наверное, да. Знак, вот он, собственно говоря... То есть... Ой, как бы это поаккуратнее спросить про знаки-то. Да, как я и спрашиваю. Ладно, вот такой момент. Бывает, часто жалуются, что знаки закрыты ветвями. Приходится обрезку делать? Вы делаете обрезку? И парковое хозяйство вот здесь. Смотря как заросли. Если буквально вот поросли около знака, то мы обрезаем. А если прям заросло капитально метров там 30, уже работаем с парковым хозяйством, тогда парковое хозяйство нам помогает в этом вопросе. Вот знаки вы устанавливаете как? В соответствии с правилами дорожного движения? Или здесь какая-то есть определенная схема, определенные рекомендации? Что здесь? Есть ГОСТ. И в соответствии с этим ГОСТом создается план организации дорожного движения. И поэтому план организации дорожного движения мы устанавливаем дорожные знаки. Чтобы было все в соответствии. Все понятно. То есть, есть ГОСТ, которому следуете. Это мы, наверное, сейчас затронем и касаясь светофоров, и прочее, прочее, прочее. То есть, это все как раз. Да. А сколько примерно знаков сейчас у вас на балансе? Около 10 тысяч. Опа. То есть, их так много. Очень. А еще тогда чьи есть знаки? Местами есть люди во дворах, сами себе устанавливают. А, вот так. То есть, это управляющая компания, соответственно. Ну, управляющая, да. Есть люди, как бы вот заправочные станции, выезд, заезд они организуют тоже сами. Это ихние знаки. Ну, и, соответственно, нужно смотреть по разделу границ. А вот, жилая зона. Жилая зона знака, это что это? Зачем? Ну, жилая зона не больше 5 километров в час, и уступаем пешеходам. А здесь как определяете эти зоны? Вот здесь вот этот принцип установки знаков. Потому что, как бы, есть вот вопросы. Ну, вот смотрите, давайте определенную улицу какую-нибудь возьмем. Ну, пусть улица будет в Жуково. Так. У нас есть заезд во двор. Либо мы устанавливаем жилую зону, чтобы пешеходов пропускали, либо мы должны организовать здесь пешеходный переход. То есть, нанести разметку, установить знаки 5.19.1, 5.19.2. Ну, то есть, по факту дешевле поставить знаков. Да, жилая зона, и как бы и людям безопаснее, потому что машины их обязаны пропустить. И пешеходного перехода нет. Вот. Вот он. Рациональный подход. Ну, как бы... А его на каждом, вот, каждый въезд во двор, или... Ну, на Жуково, где прошла реконструкция, да, на каждый. Каждый въезд. То есть, просто не обращал внимания. На самом деле, мне просто сказали, что там такая тема интересная. Ну, да, там, получается, на каждый въезд и на выезде стоит окончание зоны действия. Будем знать. А там, где таких знаков нет, то есть... Ну, по идее, как бы люди должны пропускать. Ну, я думаю, много здесь появились уже, и думаю, дальше это будет все только нарастать. Ну, я так понимаю, я так знаю, что управляющие компании тоже должны, скажем так, со своей стороны постараться. Да, как управляющие компании могут поставить на территорию города? А не у себя на территории, то есть, во дворах могут поставить, а на территории города так как. Вот сейчас, грубо говоря, у нас реконструкция идет улица проезда Северный. И там также жилые зоны ставятся, устанавливаются на каждый въезд во двор. Понятно. Понятно. То есть, это обязательно теперь условие, да, получается? Ну, да, что как бы так будет лучше, так будет безопаснее. Хорошо. Такой момент. Вот раз мы затронули реконструкцию, да, нацпроект безопасной качественной дороги. У нас уже не первый год они ремонтируются вот эти разными участками, разными отрезками улицы, и маршала Жукова, и Пушкина, и, собственно говоря, проезд Северный в том числе. Вот такой момент. Когда подрядчики заходят с реконструкцией, вот, я так понимаю, что знаки тоже должны быть новые, да? Да, конечно, все в соответствии с проектом, но бывают, повторно используются. Если знак, он в хорошем состоянии и отвечает требованиям ГОСТа, его повторно используют, и все. И его не меняют. А большинство замена идет. А требования ГОСТа это что? Это размер? Размер, смотрим, выцвел, не выцвел. Просто раньше была в пленках худшего качества, то есть не такое светоотражение было. Могли клеить, не на оцинковке даже наклеить, знак нанести, а чуть ли не на металл на черный, который живеет, соответственно. Вот поэтому замену ведут. Я так понимаю, правильно понимаю, что вы сами можете их изготовить, да? Или заказываете где-то? Стараемся изготавливать, но бывают такие моменты, что подрядчики, кто производит ремонт улицы, покупают просто у соседних организаций, мы просто их устанавливаем. Ну, когда они к нам приходят, составляют с нами контракт. Ну, так даже. Да. А старые знаки куда, в утилизацию? Нет, на ответственное хранение. То есть на случай, если вдруг они куда-нибудь пригодятся? Ну да, тут тоже опять же по состоянию. От состояния опять же зависит. И не всегда знаки все возвращаются нам с этих улиц, если честно сказать. Ну, здесь еще один же момент интересный. Ведь меняются не только знаки, но и светофоры. Вот здесь чуть-чуть поподробнее. Светофорные объекты тоже меняются. Это же, по сути дела, если мы говорим, что установлен новый светофор, это значит, не значит, что он там один. То есть там светофорные объекты, там может быть четыре, там и того больше. Ну, это тоже, смотря какой перекресток, смотря какой светофорный объект. Потому что, может быть, светофоры недавно установлены, они, грубо говоря, еще новые. Смысла их нету менять. Они просто в проекте меняются светофорные колонки, а светофоры остаются старые. А когда светофоры меняются, ну, опять же, сдаются на ответственное хранение, устанавливаются новые. Ну, и, соответственно, что старые когда остаются, что новые строятся, соответственно, подводятся под новый ГОСТ, ну, ГОСТ, который вышел с дополнениями. Чтобы все соответствовало. А вот как сейчас у нас в городе начали появляться белолунные информационные секции, могли видеть их Пушкино-Ленинского комсомола. Тут мы недалеко находимся. Вся улица Щетинкина сейчас с белолунными этими секциями стоит. Это тоже в новом ГОСТе. У нас два варианта. Либо мы устанавливаем информационные секции, которые предупреждает водителя у него справа, либо слева идет пешеход в данный момент, когда он будет поворачивать. Либо выделенная пешеходная фаза. То есть у нас все машины по кругу на перекрестке стоят, а люди идут. То есть это, опять же, ГОСТ, да? А вот здесь как бы выбор, опять же, да? Выбор экономии, рациональности или что? Тут как, опять же. Видите, мы очень загруженные перекрестки же. Мы же не можем сделать, чтобы у нас выделенная пешеходная фаза была. У нас иначе весь город станет совсем. И просто будут сплошные пробки. Поэтому каждый перекресток надо рассматривать отдельно. И где есть возможность сделать выделенную пешеходную фазу, там можно сделать выделенную. А где нет возможности устанавливать белолунные светофоры. Понятно. То есть здесь, опять же, есть какой-то, допустим, какая-то комиссия, которая это все решает, определяет? Или это все строго, соответственно, с ГОСТом и наличием определенных бюджетных ресурсов? Здесь как? Ну, это, опять же, это смотрится от интенсивности движения на данном перекрестке. Ну, и, опять же, в соответствии с планом организации дорожного движения. Ясно. Так. Что меня еще интересует по светофорам? Вот я, как пользователь пешеходных переходов, честно говоря, всегда на некоторых улицах возникает вопрос, почему так быстро, собственно говоря, сменяется свет, то есть кто управляет, как и настраивается, по какому принципу настраивается вот эта длительность горения разрешающего сигнала, там, допустим, для пешеходов, для водителей. Понятно, что водители как бы в приоритете, особенно в час пик, да, то есть пешеход, получается, так, успел перебежать, не успел, успел, не успел. Здесь как? Какой принцип? Тоже не правы. Тоже, конечно, к каждому объекту подходим индивидуально, рассматриваем, опять же, интенсивное движение на нем. И есть в ГОСТе рекомендованная, но она не обязательная, но рекомендованная формула для расчета времени, которую установить на светофорном объекте для перехода пешехода. То есть берется расстояние, ну, ширина улицы делится на 1,3 и плюс 5 секунд дополнительно. То есть у нас, грубо говоря, получилось 14 секунд, мы еще 5 секунд к этому добавляем, ну, а дальше смотрим. Дальше успевают люди. Мне просто кажется, что, допустим, на перекрестке Кирова, Ерыгина, вот, нет, или Кирова, Кирова, наверное, все-таки, Кирова. И там как-то вот стремительно они меняются. Просто идешь, вот он загорается, там, пусть ему там зеленый. Ты физически не успеешь перебежать. На этот момент, конечно, мы проверим, но по идее должно успевать. Вообще в среднем сколько на переход пешехода? Ну, опять от перекрестка. От перекрестка, да, зависит? От перекрестка. Опять же, ну, допустим, да. На Кирова, грубо говоря, улица широкая, там у нас порядка 25 секунд, 30 и сделано. Там, по-моему, меньше. 30. Там меньше, по-моему. Вот, ну, это такой момент. Понятно, что в приоритете, как бы, вот особенно в час-пик, это транспорт, который нужно, как бы, чтобы не создавались пробки. А вот мешают ли эти кнопки? Раньше была такая концепция, как бы, идея такая, что надо убрать вот эти кнопочные светофоры, потому что они там, ну, собственно говоря, создают заторы. То есть, один прошел, там нажал, второй нажал. Опять же, смотря где. Опять же, все это интенсивность. Есть, да, где прям большой поток. Вот как сейчас в данный момент около щетинки на 13 у нас возводится ПВУ, ну, пешеходное вызовное устройство. И там, да, кнопки ТВП стоят. Ну, я, как бы, предполагается, что пока он будет на кнопках, ну, там людей очень много идет. И просто эти кнопки ТВП будут мешать. Просто будет там собираться, я понимаю, что пробка. И, скорее всего, мы их там уберем и сделаем в автоматическом режиме. Вот туда вот идет. А вот такой вот момент, как у нас на Кирова, на Кирова 179 в прошлом году построили ПВУ там новый. И там нет целесообразности такой, потому что людей не так много ходит, а смысл лишнее время держать машины, останавливать на этом пешеходном переходе, если людей так не идет много. Ну, это я просто обратил внимание, как такой активный пешеход, я обратил внимание, что есть такие, ПВУ она называется, да, правильно? Ну, пешеходное вызовное устройство, да, ПВУ сокращенно. Понятно. То есть вот у них есть такой принцип, да, то есть вот, допустим, нажал человек кнопку, загорелся через, загорелся зеленый свет, да, цвет. То есть человек перешел улицу, там светофор отработал определенный этот разрешающий сигнал определенное время. И уже следующий, допустим, кто подходит к нему, он нажимает кнопку, но не срабатывает светофор, определенное время проходит, только после этого, когда там вот идет эффект задержки или что это? Пять секунд. Эта задержка буквально пять секунд. И все, и дальше можете нажимать, и он будет постоянно переключаться. Просто я подумал, что это такое, ну, как бы, ради справедливости, чтобы пешеходы переходили и в то же время не создавать заторы, потому что пешеходы могут идти, собственно говоря, большим потоком. Мы пробовали сделать вот такую задержку, это у нас на улице Аскизская было. Аскизская 105, Аскизская 145. Мы вводили план координации в зеленую волну, и там получалось как. Вот стоит он в зеленом свете для водителей, подошел пешеход, нажал, и он как добавочный, он включался в зеленую волну, он ждал пока светофор, от которого он зависит, пройдет цикл, и только тогда переключится и даст зеленый свет пешеходу. Можно было стоять до 60 секунд. Люди очень не гидовали сильно, потому что как мы тут, мы подошли, вот мы должны подходить, он уже должен переключиться, а тут, извините, мы стоим минуту, еще ждем. Ну и, в соответствии, люди жаловались, очень много жалоб пошло, и мы его выключили. Сделали мы его, как по старинке везде у нас. Подошли, пять секунд прошло, подошли, дальше пошли. То есть, понятно, то есть, это постоянно такие попытки наладить, скажем так, хорошее взаимоотношение между всеми, между пешеходами и водителями, найти золотую середину. Стараемся всем угодить, чтобы и пешеходам было хорошо, и водителям. А жалоб много вообще на работу светофоров? Ну, куда без них. Как бы и немного вроде, ну и без них. Конечно, никуда. Конечно, нет. Ну, раз уже затронули зеленую волну, рассказывайте. Рассказывайте, как это работает, насколько это успешно работает, потому что мы об этом тоже часто рассказывали, тут даже сюжет нас попросили снять, надо будет снять сюжет обязательно. Конечно, снимем. Ну, зеленая волна, в принципе, работает. Это работает, но никогда сплошной поток. Когда у нас сплошной поток, это, соответственно, ничего, работать не будет. Очень хорошо работает на улице Некрасова. Мы можем заехать от улицы Советской и до самого улицы Крылова, не останавливаясь. Но это, еще раз повторюсь, когда нет большого потока машин. Принцип от работы, просто напомните. Получается, у нас стоит сервер, у нас, которая в зеленой волне состоят светофоры, то есть они в плане координации сделаны, привязаны к определенной улице. Сервер понимает, какой светофор на какое время задержать, момент срабатывания, чтобы, ну, грубо говоря, вот я вот еду по улице Некрасова, Советская, я подъезжаю к первому ПВУ, у меня загорается зеленый. Это вот задержка там, ну, грубо, сейчас точно не скажу, грубо, там 6 секунд. Проехал дальше, у меня там улица Чертыгашева, чтобы загорелся зеленый, у меня там задержка надо сделать 20 секунд, у меня, ну, и так по всей улице. Везде эта задержка для каждого светофора своя, то есть может быть 6 секунд, может быть 1, может быть 0, но все это сначала устраивается конкретно на графике, а потом едет человек и смотрит это вживую, как оно все это работает. разгоняется до 40, до 45, местами до 50, где как возможность есть, чтобы зеленую волну отрегулировать и проезжают, смотрят, работает это вживую или нет. Вот скоростной режим, вот мы всегда просто, вот сюжеты, когда снимали, всегда для себя так и придержались. То есть вот 40-50, это все-таки вот как-то, то есть видимо еще и водитель должен уметь, должен ориентироваться, да, то есть примерно. Да, примерно, да, он получается где-то, ну, среднее 45 километров, он нормально проезжаешь, но это при большом скоплении людей не получается, потому что к светофору подъехал, притормозил, пока там, грубо говоря, первый тронется, а мы стоим восьмые, пока не тронутся, соответственно, уже остановился, уже не получилось проехать. А, вот, 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 вот поэтому, да, потому что я слышал такие моменты, что вроде как в зеленую волну попадаем, а вот проехать толком-то, собственно говоря, в зеленую волну. Есть такое. Просто если сделать, чтобы подъехал к перекрестку и уже было пустое, то будешь проезжать в конце цикла, уже, грубо говоря, аж чуть ли не на мигающий зеленый, тогда, тогда будет, да. Ну, соответственно, весь сзади хвост, который ехал за вами, он остановится. Петр Александрович, а вот такой момент, на каких улицах у нас сейчас настроена зеленая волна? То есть, я так просто помню, что у нас, вот, по-моему, опять же, улицы, на которых был такой капитальный ремонт, замена светофорных объектов, и уже как бы изначально там предполагалось, что зайдут специалисты АСБ, Абаканская служба благоустройства, и отрегулируют, настроят эту самую зеленую волну сейчас на каких улицах работают? Ну, у нас сейчас в плане координации порядка 80 светофоров. Мы получаем информацию на наш сервер светофорный. У нас улицы в координации Пушкина в границах, Трудовая, Абаканская, Паша Комунаров, вот у нас, кстати, вот светофор работает, потом Жуково в границах, Акасская, Кирово, Кирово в границах, Чикалово, Некрасово, по Некрасово в границах 6-я школа, Крылова 81 крайний, в общем, Крылова улица, а потом улица Торосова от Дружбы Народов до Крылова Дружба Народов и Щетинкина у нас полностью, от Пушкина Щетинкина до Перекрестка Крылова, ну и там от Крылова Дружба Народов до Авиаторов. Акасская у нас от Мира до улицы Кадышева, и Мира у нас от улицы Аскийская до улицы Гагарина, почти все магистральные улицы мы отработали, Тарас Шевченко у нас от улицы Пушкина до улицы Крылова, и Крылова от Жукова до Дружбы Народов, Павших Комунаров у нас вся полностью. То есть, насколько я понимаю, вот географию, перечисляйте улицы, я географию просто вспоминаю, вот так ориентируюсь по карте мысленно. Я так понимаю, что вы сознательно открыли все направления в город и из города по Зеленой Волне? Да, но у нас везде Зеленая Волна работает по-своему. То есть, у нас вот улица Некрасова, она в обе стороны работает. Улица Пушкина тоже в обе стороны. Она и утром, и вечером как бы работает. А вот такая вот улица, как Тарас Шевченко, она в одну сторону, мы утром с 6 утра до 12 дня мы заезжаем в сторону улицы Пушкина, то есть в центр едем. А с 12 дня до 6 утра мы выезжаем с города. Это у нас одна сторона. То есть, вечерний, утренний режим. Их еще надо знать. Да, еще вот эти моменты есть. Потому что если вы утром едете против Зеленой Волны, на каждый красный светофор остановитесь. Поэтому стараемся сделать, чтобы они были двусторонние. А я все думаю, как мы умудряемся собрать все красные светофоры иногда. Да, это на встрече Зеленой Волны есть. А вот, допустим, нам объясняли, что в утренние часы, допустим, та же самая улица Пушкина или там Москистская работают на въезд в город, а обратно на выезд. Улицу Пушкина сейчас переделали. Переделали, да? Еще есть моменты надо доделывать. Еще не окончательный вариант. Мы постоянно с ней прорабатываем, потому что все постоянно меняется, ну и дорабатываем ее. Сейчас сделали ее двусторонне. Она сейчас в круглосуточном режиме работает, что в город, что из города. А вот улицу Пушкинскую пока еще нет. Пока еще старый вариант. Пока еще только на въезд и выезд. То есть, по Пушкинской выехать, это вот утром проще въехать, а вечером проще выехать. Все верно. Со второй половины. А по Щетинкино туда в сторону? Щетинкино тоже двустороннюю сделали. И дружба народов, да? И дружба народов. Она у нас в одной плане координация. У нас эти две улицы работают вместе. То есть, если брать основные направления нашей транспортной логистики, то есть, в сторону Черногорска можно выехать в любое время по зеленой волне при определенном режиме. Да. То есть, вот этот момент. И в сторону Минусинска, соответственно, тоже, да? Коммунального моста. Ну, Пушкина, да. До Павших коммунаров мы доезжаем смело. Ну, а коммунальный мост, светофор бывший по СДПС, он далеко уже находится. Там просто нецелезапрасно вообще его включать в этот план координации. Так. Вот это прямо интересно, на самом деле. Видите, сколько нюансов. А кто управляет светофорами? Вот вы сказали про сервер, да, то есть, который в основном там логически что-то выстраивает. Но при этом упомянули, что пользуясь данными, вот этими, собственно говоря, информацией, которую выстраивает там схема, которую выстраивает сервер, туда едет человек. Без человека же никуда мы пока не можем совсем. У нас хоть и есть искусственный интеллект в городе даже, мы пока не можем без человека. Управляют. У нас есть подразделение такое, как диспетчерская служба, они у нас центр мониторинга, они вот это вот мониторят, они же это просчитывают, они же это устраивают, и они же это проверяют, свою работу. То есть, а есть какой-то единый там центр управления светофорами, чтобы можно было, допустим, ну, я не знаю, там, образно говоря, там, вот, светофоры там, ну, как-то вот... Ну, центр мониторинга. То есть, это, да, а как это вот, это компьютер, что это, да? Это, да, это компьютер, это системный блок, он подключен к интернету, светофоры у нас через сим-карту подключены тоже к интернету, и они друг с другом связываются. То есть, мы на сервере можем, возможностей много, можем сделать и зеленую улицу, то есть, до двух минут можем, грубо говоря, вот, ну, не знаю, давайте улицу Четинкино возьмем там, в одном направлении мы сделали, две минуты могут люди ехать на зеленый, остальные стоят же тут. Можем перевести светофор в желтое мигание, а можем просто его выключить, а можем оттуда, с центра мониторинга, можем отправить на светофор команду поменять режим работы. То есть, изменить график, то это будет изменен у него время проезда, горения зеленого, то есть, можем так даже сделать. Возможностей много. То есть, фраза «мы дали зеленый свет», это, в принципе, как бы вполне реально. Вполне, да. То есть, зеленый коридор в любом направлении, скажем так, там, где есть светофоры, да, на основных. Там, где есть у нас для начала связь со светофорами, то есть, они у нас подключены к серверу. Они у всех есть? У нас пока 80 штук. 80? Да. Светофоры всего по городу 130. Вот, 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 теперь понятно. То есть, а вот этот, я просто помню период, когда вот эти светофоры, бывшая организация ГосМЭП, МВД, ПРХ, она передала их городу, и там были достаточно большое количество там ламповых, еще старых светофоров. Это было такое масштабное. Это было очень сильно, когда были ламповые. Да, они, то есть, вот большая замена, как бы светодиодные светофоры, которые появлялись, а сейчас какое, скажем так, в каком, как вы оцениваете, то есть, процентовку состояния наших светофоров, потому что мы постоянно делаем сюжеты, как бы, о том, что происходит замена, модернизация какая-то, то есть, вот, процент износа, скажем так, интересует. То есть, 80, это с оборудованной сим-картами, то есть, это как раз, которые вошли в зеленую волну, систему зеленой волны. Ну, нет, это не все в зеленой волне, у нас просто они вообще на связи находятся со сервером, а в зеленой волне чуть поменьше, там, где-то 75 штук у нас, пока в зеленой волне находятся. А остальные просто связь поддерживаем. Особые проблемные перекрестки, где большое скопление машин, что он вдруг выйдет из строя, а у нас сразу информация появится на экране, что он не работает. И у нас оперативно выезжает бригада, начинает ремонт. То есть, а вообще, сколько у нас светофоров по городу? На данный момент 130. 130? То есть, ну, 130 для такого города, это много или мало? Многовато. То есть, я просто пытаюсь представить масштаб. Сейчас, представляете, еще ведется строительство порядка 30 светофоров. Понятно. Точно не скажу. Подождите, Петр Саныч. То есть, имеется в виду 130 светофорных объектов или светофоров? Светофорных объектов. Светофорных объектов. То есть, по факту мы эту цифру 130 должны умножить, скажем так, ну, как минимум на 4, да? Или там на 2. Где-то 2, где-то 4, да? Не везде. Ну, вот, грубо говоря, ПВУ наш. Да. Если безразделительные полосы, то, грубо говоря, 6 светофоров. Это у нас 4 транспортных, 2 пешеходных. Если с разделительной полосой, то это у нас уже получается 8 светофоров. У нас 4 транспортных и 4 пешеходных. Обычный транспортный светофор. У нас получается 8 транспортных светофоров и 8 пешеходных. А если еще и с разделительной полосой, то, опять же, добавьте еще 4 штуки пешеходных. То есть, это масштабно, это, представляете, это кабелей местами. Контрольный кабель, вот он, 14 жилок в нем. И такого кабеля может быть в светофоре проложено по 200 метров. То есть, это внушительное хозяйство. Внушительно. И иногда люди жалуются, звонят. Ну, всякое бывает. Там прошел дождь, попала водичка, залила клеммник. Соответственно, короткое замыкание. Ну, и светофор неисправен. Соответственно, он не работает. Люди начинают ругаться сильно. Но тут какой момент? Очень тяжело найти причину. Если бы вы знали причину, мы бы чинили их за 5 секунд. А тут сначала нужно найти причину, а потом ее устранить. А причина может искаться от 15 минут до полутора часов, а то и до целых восьми. Это не угадать просто. Еще и беспокойное хозяйство. Очень. Ну, раз уж так упомянули, да, их тоже сбивают? Ну, тьфу-тьфу. Ну, да. Очень бы не хотелось это олицетреть. Бывает. Очень бывает. Особенно в зимнее время скользко. И люди налетают. Понятно. Были такие ситуации, когда у нас было расширение улицы Некрасова. 31 декабря люди восстанавливали светофорный объект. Сбили стойку. Она лежала на земле. Все празднуют, а люди работают. Печально. Ну, всякое бывает. Ну, тогда, раз уж мы опять же эту тему затронули, вы уже упомянули ее, да, куда у нас переедет умный пешеходный переход с улицы Щетинкина? Пока конкретного решения нету. Поэтому мы его только демонтировали. Там сейчас организовывается у нас регулированный пешеходный переход. Тут примут решение, куда скажут, тогда поставим. Ну, то есть, а вот он себя оправдал на самом деле? Я понимаю, что был такой своего рода эксперимент, на самом деле. Вот все, ну, собственно говоря, все ходили посмотреть, все из наших, кто слышал про него, коллеги просто ходили посмотреть, как это работает. Но вот мы к нему уже привыкли. То есть, что на самом деле вот жалобы на него были, потому что я так понимаю, что вот он срабатывал, как только человек подходил к пешеходному переходу. Неважно, переходить он собирался или там постоять, или там у него рядом машина припаркована, вот, сработка, то есть, все, машины встали. Ну, как бы жалоб не поступало по нему. Поступали жалобы. Тут, видите, это экспериментальная вещь. Как бы вот я про искусственный интеллект говорил, у него и отсутственный интеллект вообще есть. У этого светофора выстраиваются зоны, чтобы он понимал, когда человек подходит, чтобы на птичек, на собачек не реагировал. Жалоб не было. Но, честно говорю, я сам ездил, смотрел. Очень удобно. Вы сами знаете, у нас улица Щетинкина особо. Правый ряд, левый всегда закрытый. И как бы очень удобно, когда смотришь, табло загорелось. Притормозил, вот он человек. А так обычно неожиданно выпрыгивает из-за машины. А вот которые светящиеся, проецирующие на пешеходную зону, это тоже ваши? Проекторы, да, конечно. А их принцип какой? Тоже тот же самый? Тут проекция обычная. Или они просто, они постоянно горят или только зажигаются, когда появляются? Зажигают. Нет, они ночью горят постоянно. У нас их две было. Сейчас пока одна осталась на Крылово вблизи 79-го дома. Там сейчас проекция в данный момент еще работает. А здесь пока сняли. Пока вот решение будет принято, куда его перенести, там будем переносить. Но вообще они себя оправдывают, да, на самом деле? Ну, честно скажу, как-то поинтереснее. Как-то сразу внимание привлекает. Тем более зимой, когда это темно, когда это лежит снег и все равно, а тут яркая разметка ночью. Да, разметка же зимой у нас часто под снегу. Конечно. А тут, представляете, ездить, а у вас желто-белые полосочки горят. Соответственно, внимание привлекает. Прямо на снегу. Прямо на снегу. Такие опыты я посмотрел. Тут много езжу по всем городам, много путешествую, заставляю жизнь. И смотрю много, где такие проекторы стоят и проецируют. То есть мы перенимаем опыт, да, на самом деле экспериментируем, чтобы было удобно, безопасно. Ну, честно скажу, вот умный, как вот на щетинке на 13 стоял у нас умный пешеходный переход, нигде не видел. А вот проекторы видел, что есть проекция, а вот чтобы такой умный пешеход нигде. Ну, в смысле, там надпись появилась, да, сразу загорелась. Просто говорили, что она немножко отвлекает надпись, но потом, видимо, привыкли и каких-то таких замечаний стало меньше. Потому что, ну, раз, глаза. Конечно. Ну, с другой стороны, опять же. Вот. Ну, вот эта вот разметка, разметка не ваша? Ну, в этом году, к сожалению, нет. То есть вы разметкой, ну, как-то контролируете? Ну, как-то занимаемся, как бы, наносим. Ну, в этом году не получилось так, что... Объясняю, почему, да, потому что есть федеральный закон, ФСЗ, который, согласно которому, нанесение разметки на улицах города, это, скажем так, проходит через конкурс. Да. Это через торги, это все отторговывается, но в этом году получилось так, что мы не выиграли. Хотя, хотя возможности у Абаканской службы благоустройства есть для этого. Конечно. Просто таков закон. Таковы реалии свободного рынка. То есть здесь, как бы, то есть наше предприятие, наше учреждение муниципальное, которое изначально, по-моему, этим занимались, да, то есть было это вашей функцией? Ну, вообще, изначально, когда у нас создалось наше учреждение, мы занимались разметкой, знаковой информацией, светофоры, уличное освещение, ну, и фонтаны, соответственно. Так, вот этот момент немножко выпал. Вот с светофорами, понятно, вы объяснили, кто управляет. А кто управляет освещением? Нет же такого единого рубильника, который включает и выключает электричество во всем, вот это вот уличное освещение, электричество во всем городе. Ну, есть рубильник, он только в виде монитора со системным блоком. В общем, у нас везде по городу стоит БУР-16 во всех шкафах уличного освещения. Мы также, у нас есть связь на сервер уличного освещения. Тоже функции можем и фазы по отдельности включать, можем полностью общее управление сделать. Ну, и есть конкретно зашитый график по уличному освещению, которое, ну, грубо говоря, вот должно загореться в 21.10. Оно загорится в 21.10. Если набежала тучка, ну и, соответственно, стало темнее раньше, замеряется освещенность, ну и при достижении определенной освещенности включает, делается смещение графика на определенные минуты, которые нужны для включения. И у нас в автоматическом режиме включается весь город. То есть, рассказывайте, у меня картинка перед глазами, как вот это вот небо потемнело, вот эти вот грозовые облака, то есть, фонари почему-то горят. Нет, тут, видите, опять же, местами у нас есть, как называется, индивидуальные светильники, то есть, он не в линии уличного освещения, не от шкафов уличного освещения запитан, а он стоит на линии 0,4 кВ, то есть, принадлежащая там обслуживающая МУП АЭС, и просто стоит индивидуально в фотореле, которое включает. И когда так, когда оно потемнело, когда вот у нас днем налетела гроза, они, да, они включаются, а весь город нет. Понятно, понятно, просто у меня картинка вот такая была, и я просто сейчас пытался вспомнить, во всем ли это город, или где-то просто в каком-то из районов видел. Нет, есть вот такой вот момент, вот этот есть, потому что, ну, видите, мы постоянно не будешь эти довольные светильники ездить, крутить, даже все это фотореле, потому что от изменения температуры на него влияет, может быть, наступить сильный мороз, он начнет раньше включаться, наступило, стало теплее, начнет позже включаться. Ну, соответственно, плохо все это. Ясно. Ну, вот еще тут у нас прям время так летит как-то. Я тут смотрю, мы еще про камеры даже не поговорили. До камеры еще не дошли. Давайте поговорим о камерах. Камеры наблюдения, то есть они, которые, понятно, что те, которые в общественных местах, это в парках Кверах, это парковое хозяйство. А те, что стоят на перекрестках, это уже ваши. Да, у нас же, опять же, два вида камер на перекрестках. Вот фото-видео фиксация нарушения правил дорожного движения обслуживаем. Пока 10 комплексов, вводим еще два комплекса в работу, будем обслуживать 12. И плюс еще передвижной комплекс. То есть партнер в город пришел, пока в стадии настройки, будет ездить автомобиль и наказывать за неправильную парковку в городе Абакане. То есть где-то встали под знак 327, остановка, стоянка запрещена, вам придет штраф. Услышал, слышал, слышал, слышал. В начале лета говорили о том, что такая передвижная видеофиксация тоже фото-видео фиксация, да? Ну, она, да, фото-видео фиксация, но только передвижная. То есть, образно говоря, это специальная машина, оборудованная видеокамерами. У меня обычная машина, стоят просто видеокамера и системный блок. А, все, понял. То есть эта машина курсирует по городу и, собственно говоря, фиксирует нарушения. Пока не фиксирует, в стадии настройки еще, пока я все это делаю. Нет, я оброзно говорю, немножко забегаю вперед, потому что слышали сначала, то есть она в стадии настройки. Водителя нашли? Да. То просто нам говорили, что рановато этой темы касаться, потому что мы не можем водителя найти. Ну, теперь настройка, да? Ну, вот-вот должно. Опять же, вопрос. Куда вся эта информация приходит? Она приходит к вам или... Нет, она приходит в ЦФАП. ЦФАП – это у нас подразделение ГИБДД. Она туда приходит, они обрабатывают, где есть лужные выявленные нарушения, а где есть правда нарушения. Бравил, и там уже выносятся постановления. А обслуживаете их вы, эти камеры? Отслуживаем мы. А у вас какая-то есть своя серверная к ним, с ней связанная? У нас серверная есть для камер просто видеофиксация. Они у нас расположены на перекрестках, они просто снимают видео, но не выносят никаких штрафов. И есть камеры на конечных автобусных остановках, конечно. Тоже смотрят, как автобусы ездят, у нас подключаются. Люди ответственные за это. Ну, и мы наблюдаем за городом, как у нас включилось уличное освещение и работает ли в том части города, где есть камера. То есть, у вас, наверное, все это должно быть заведено в единый центр, потому что благодаря камерам вы можете оперативно, не выезжая, ценить обстановку на перекрестках на основных улицах города, да? То есть, получается так. Есть ли там, работают ли там светофоры, есть ли там освещение, то есть, нет ли там каких-то, не знаю, препятствий для проезда, да, которые можно, допустим, не знаю, ДТП и, собственно говоря, город встал. Да, у нас стоят мониторы, у нас стоит сервер на 180 терабайт и туда пишутся в круглосуточном режиме все эти камеры. В данный момент у нас, ну, не соврать, будет 13, по-моему, камер в работе. То есть, это все, это все, это... Вся эта информация... Город у вас под наблюдением, под колпаком. Ну, не весь, правда, пока, но я думаю, будем расширяться и сильно. А вот те камеры, которые... Тут просто с коллегами общался, обменивались они мнениями по поводу писем счастья, которые получили. И, кажется, как бы был такой вопрос, а за что, собственно говоря, пришло письмо счастья, люди не могли взять в толк. Речь идет о двух, по-моему, или трех пешеходных переходах, где стоят камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, связанных с непредоставлением пешеходов. Ну, также эти камеры могут и скорость мерить, и могут и за ремень, и за телефон. Стоят таких два комплекса, но мы их данным, мы их не обслуживаем, это... В общем, дали попользоваться, посмотреть, как это все работает. То есть, в качестве эксперимента? Эксперимент. Ну, то есть, ну, вот... Просто, просто, как бы, я так сидел, просто слушал вот это обсуждение, там, просто советское, там, почему, что, там, я вроде бы пристегнутый, вроде скоростной режим не нарушал, почему, собственно говоря, вы, говорю, новости наши плохо смотрите. Это было в качестве эксперимента, но, может, нашему руководству понравится и оставят, тут, как бы, мы решение такое не принимаем. Так, вот еще один очень важный момент, аспект, связанный с видеокамерами. То есть, получается, что вы их обслуживаете, да, вот те, которые на перекрестках? Да, все я. Которые фиксируют нарушение правил. Да. Но, письма счастья кто им рассылает? ЦИФАП, подразделение ГИБДД, мы к этому... То есть, госавтоинспекция? Конечно. Мы к этому отношения не имеем. Мы, вот, мы только вот, чтобы она работала и передавала им информацию, все. Все понятно. Мы где-то протерли объектив, где им не видно, где-то надо повернуть, развернуть, где-то веточки подрезали, чтобы фиксация была, как бы, все было понятно, что зафиксировано. Ясно, ясно. То есть, к этому вы не причастны? Нет, слава богу. Так. Ну, вот, буквально у нас истекает время, поэтому еще немножко давайте о фонтанах. Сколько у нас сейчас понятно, что фонтан на театральной площади пока из эксплуатации выведен, да? То есть, он находится в стадии реконструкции. Что у нас, как у нас с фонтанами? Ну, как с фонтанами? Обслуживаем, моем, как можем. Насколько сложное хозяйство? Очень. Очень сложное, так как у нас, ну, не все люди, понимающие, для чего этот нужно, этот фонтан, что это для красоты, а не для купания, не кидания туда мусор. Потому что некоторые фонтаны, начинают люди жаловаться, быстро зеленеют. Я говорю, а вы посмотрите, сколько детей там сидит в них. Это же каждый пробежал по улице, залез туда в чашу. А чаша у нас циркулирует по кругу. То есть, вот есть объем там, грубо говоря, 7 кубов мы набрали воды, и у нас насос эту воду туда-сюда через форсунки гоняет. Ну, и это все, конечно, начинает зеленеть. А это все потом, вот это все зеленое, сидит на стенках фонтана, это отмывается очень жуть, как сложно. Прям. А еще и ребятишки, и подсветку фонтанов оторвут, и форсунки позагибают в разные стороны, что начинает из чаши фонтанов вода выливаться. Ну, в общем, хватает проблем. То есть, красота такая дорогостоящая, затратная по ресурсам. Требует жертв. Очень требует. Видите, тоже, ну, как, чем больше коллектив, тем лучше, чтобы, грубо говоря, одни моют, одни поехали осматривать другие фонтаны на момент вот этих вот разворотов, поворотов. Поэтому очень тяжело. А когда у нас завершение сезона планируется? Ну, как по прошлым годам. Мы обычно 1 мая запускали, 1 октября отключали. Ну, и, соответственно, начинается разбор и упаковка на хранение на зимнее. Что-то обслуживаем всю зиму, сидим в цехах. Потом начинается у нас сборка, грубо говоря, в апрель месяц. Прям настоящая сборка уже. Ну, а как вот по последним двум годам, как бы, приказ от мэра пришел, что выключаем, и мы выключаем их. Потому что... Такая традиция, но все зависит, опять же, от погодных условий. От погодных условий. Потому что наступает холодно, смысл его, чтобы он работал. И еще тем более, ладно, которые работают у нас круглосуточно, в них, понятно, вода не замерзнет. А если минусовые температуры наступят, а он отключенный, ладно, в чаше большой объем. А представляете, форсуночки, они маленькие, они просто замерзнут и, не дай бог, раздают. А они латуневые. То есть здесь мы будем смотреть по погоде. Ну, учитывая, как у нас меняется климат, да, вот эти передвижки, он прям меняется на глазах, на самом деле. Из года в год какая-то, какие-то перемены, какие-то климатические подвижки происходят. Так что сезон фонтанов, ну, понятно, что 1 октября, но возможно... Возможно. Возможно раньше. Как будет приказ администрации, так мы сразу все сделаем. Понятно. Понятно. Ну, то есть вот, в принципе, мы получили такое представление о службе, работе Абаканской службы благоустройства. А сколько у вас вообще отделов? Если так, цехов или как? Подразделений? Ну, у нас получается 4 подразделения. Это вот центр мониторинга, участок обслуживания наружного освещения, участок СРДД, то есть средств дорожного регулирования, в который обслуживает как раз у нас видеокамеры, фото-видео фиксации, обслуживает дорожные знаки и физофоры, ну, и фонтанный участок, который обслуживает конкретно фонтаны одни. То есть 4 участка? 4 участка. Понятно. То есть у вас там еще мозговой центр определенный есть. Ясно. Ну, вот, казалось бы, да, ну, в принципе, вот всегда, понимаете, есть такой момент, вот Абаканская служба благоустройства, да, то есть вот всегда приходится объяснять, что Абаканская служба благоустройства – это вот-вот-вот. Теперь мы как бы знаем, да, что Абаканская служба благоустройства, наша муниципальная, это освещение, это знаки, светофоры, камеры на перекрестках, и, соответственно, фонтаны. Ну, теперь будем знать, с чем, с какими вопросами к вам обращаться, и, собственно говоря, ну, мы это знаем, но просто на всякий случай мы этот ликбез проводим, именно для этого и создана программа «Коммунхоз». Программа «Коммунхоз». Сегодня гостем программы был главный инженер муниципального бюджетного учреждения Абаканская служба благоустройства Петр Александрович Зарубенко.